Майнкрафт это песочница, подразумевая, что в ней можно делать все что угодно в рамках возможного, но как насчет того, чтобы сделать абсолютно все? И когда я говорю абсолютно все, я под этим подразумеваю играть в Майнкрафт до тех пор, пока не останется совсем ничего нового, что можно было бы сделать. Один я не справлюсь и почему вы поймете позже. Так что я создал прото Стива, он пример идеального игрока, у которого было бы неограниченное время и желание играть в Майнкрафт всю жизнь. Математика в этом видео доходит до безумия, поэтому я буду благодарен, если вы подпишетесь. Начиная наше приключение, мы пройдем игру и убьем дракона. А я забыл упомянуть, что прото Стив также является профессиональным спидранером, поэтому ему удалось пройти игру всего за 10 минут. Следующий очевидный шаг, получить все ачивки Майнкрафт. Любой обычный игрок вероятно назвал бы это 100% прохождение Майнкрафта, но прото Стив не из простых игроков. К счастью, в процессе получения всех достижений в Майнкрафте будут выполнены другие, более мелкие задачки. Например, съесть каждый вид еды и побывать в каждом биоме. Я не смог найти ни одного спидрана по получению всех достижений в 1.20, но раньше кто-то проходил на старых версиях примерно за 3 часа. А учитывая, что в игре появились новые достижения, мы возьмем 4 часа. И таким образом, наше текущее общее время составляет 4 часа 10 минут. И мы получаем то, что среднестатистический игрок называет полным прохождением Майнкрафта. Пока вы там собираете достижения, вам следует заглянуть во все 128 крепостей края и зажечь их портал ивент. Если прикинуть, что на каждый портал уходит примерно 15 минут, что кажется вполне правильным, то это добавит нам около 32 часов к нашему общему времени. Следующим шагом следует начать собирать предметы. Чтобы сделать абсолютно все в Майнкрафте, нам нужно собрать каждый блок в игре. Убедитесь, что каждый блок вы подняли, сломали и поставили его для того, чтобы выполнить с ним все возможные действия. Пара зарубежных ютуберов недавно сняли видео, в котором они собирают все блоки в игре. И это заняло у них чуть больше 19 часов. Поскольку протестив идеальный игрок, мы вполне можем рассчитывать на то, что он сэкономит пару часов без всех этих смертей. Не в обиду, я добавлю 15 часов к общему времени. В конце концов, нам также придется собрать все предметы в игре. И неплохо было бы начать с зелий. Всего 35 различных зелий. И если учесть, что каждый тип можно сделать в виде оседающего или взрывающегося варианта, то нам нужно сварить в общей сложности 135 зелий. Ровно 20 секунд уходит на варку одного ингредиента, так что если предположить, что у вас уже все есть необходимое под рукой, то эта коллекция будет сделана всего за 3660 секунд. Или чуть больше часа. Не так уж и плохо. Однако, именно здесь начинаются сложности. Поскольку нам нужно собрать абсолютно все предметы, это значит, что нам нужно собрать каждую тропическую рыбу ведро. Это может показаться не слишком сложной задачей, пока вы не поймете, что в игре есть 2700 вариантов тропических рыб. Трудно точно сказать, сколько времени это займет, но поскольку нам придется искать каждую уникальную комбинацию, я предположу, что поймать новый вид рыбы можно будет каждые 4 минуты. Или около того. В общей сложности это добавит 180 часов к нашему общему времени. А это значит, что протестив уже почти провел в этом мире 10 полных дней. Среди предметов Майнкрафта есть один, который практически превосходит все остальные по разнообразию. Броня. Точнее, кожаная броня. И мы сделаем много брони в этом мире. Начиная с каждого цвета кожаных доспехов. Если вы не знали, на кожаную броню можно накладывать красители, чтобы создать огромное количество различных цветов. Если быть точным, можно сделать 5,7 миллиона различных цветов брони. А если использовать все эти цвета на каждом элементе брони, то в итоге получится около 23 миллионов уникальных предметов. Понадобится 400 тысяч двойных сундуков, чтобы собрать все комбинации цветов. Учитывая, что на создание одного предмета уходит в среднем 10 секунд, эта задача займет у нас 63 тысячи часов, добавив к нашему общему времени целых 7 лет непрерывной игры. И это еще не считая времени, которое потребуется, чтобы добыть 550 миллионов кусков кожи. Но это не совсем наша проблема. Отдохнув от сбора предметов, мы займемся чем-то совершенно невообразимым. Достигнем максимального уровня опыта. Максимальный уровень, который можно добыть в Майнкрафте, это 238 миллионов 609 тысяч 312. Если попробовать перешагнуть это значение, то полоска опыта буквально исчезнет. Чтобы достичь этого уровня, нам придется построить своего рода мегаферму, которая позволит нам получать максимальное количество опыта в секунду. Сам опыт собирается через сферу опыта, которую в свою очередь можно собирать только со скоростью 10 сфер в секунду. Всего существует 11 различных размеров сфер, в зависимости от того, сколько опыта в них содержится. Самая большая из них, так называемая частица бога, вмещает до 32 767 очков экспи. Чтобы достичь максимального уровня, игроку потребуется собрать в общей сложности 256 квадриллионов очков опыта. Итак, если предположить, что вы создали некую мегаферму, позволяющую собирать 10 частиц бога в секунду, что до сих пор не удавалось сделать никому, нам все равно потребуется 24 800 лет. За то время, которое потребовалось протестиву, чтобы достичь этого уровня, земной угол осевого наклона станет зеркальным, то есть лето превратится в зиму, а зима в лето. Пустыня Сахара превратится в густые джунгли и по прогнозам извержения супервулкана покроют землю одним триллионов тонн вулканической породы. Возможно, человеческой цивилизации придет конец, но протестиву все равно, ведь он только в начале своего пути. Протестив начинает свой величайший подвиг – посещение каждого чанка в мире Майнкрафта. И не просто, чтобы он их прогрузил, протестиву придется физически находиться внутри каждого чанка в мире. Каждый мир Майнкрафта состоит из 60 миллионов блоков длину и ширину. И поскольку каждый чанк размером 16 на 16, длина мира составляет 3 миллиона 750 тысяч чанков. Единственный способ, который приходит мне в голову – это использовать элитры, скорость передвижения которых составляет 33,5 блока в секунду. Таким образом, чтобы добраться из одного конца света в другой, потребуется 20 дней непрерывного полета. Теперь пришло время повторить этот путь еще 3 миллиона раз. Пролететь весь путь в одном направлении, переместиться на соседний чанк и потом пролететь весь путь обратно. При такой стратегии потребуется целых 213 тысяч лет, чтобы увидеть весь мир. Однако, во время тестирования я нашел стратегию, позволяющую сократить это время вдвое. Если двигаться зигзагами на границе каждого чанка, можно эффективно облететь два чанка одновременно. Означая, что потребуется всего 106 тысяч лет, чтобы увидеть весь мир. И так, протестив отправляется в свое путешествие. По мере того, как он погружает все больше и больше чанков, на земле наступает новый ледниковый период. Ниагарский водопад впадает в озеро Эри и превращает свое существование. Почти все сосдвездия на нашем ночном небе одолелись друг друга настолько, что их уже невозможно различить. Спустя 100 тысяч лет он добирается до последнего чанка. В углу мира он строит портал в Нижний мир и отправляется в очередное путешествие на 100 тысяч лет, посещая каждый чанк в аду. А затем и мир края. Когда его путешествие завершено, на дворе 346 289 год нашей эры. К этому моменту можно предположить, что если люди все еще существуют, то никто из них и не слышал о Майнкрафте. Так же, как и о многом другом из нашего поколения. Теперь протестив может быть уверен, что он без сомнения станет первым и единственным игроком, который когда-либо сделал все в Майнкрафте. Игра отслеживает почти каждое ваше действие в виде статистики. От числа сломанных вами зараженного булыжника, до количества смертей от дельфинов. Да, можно и в самом деле умреть от дельфина. Поскольку Майнкрафт написан на Ява, самое большое число, которое он способен хранить, около 2,1 миллиарда. Тем не менее, на самом деле можно превысить эту цифру в статистике. В некотором роде. После достижения максимального целого числа, ваша статистика начнет уходить в минус. Пока не достигнет нуля. И цикл продолжится. Таким образом, наибольшее число, которое Майнкрафт может технически отслеживать, это минус один. Для начала давайте разберемся, сколько времени потребуется, чтобы довести статистику до максимума. И начнем с основных статистик. Всего их 75. И если учесть, что на повышение одного из этих показателей в среднем уходит полсекунды, то только на этот раздел мы можем потратить более 10 тысяч лет. Следующая статистика. Мобы. Здесь отслеживается каждый раз, когда вы убивали мобов. И каждый раз, когда вы были убиты ими. Этот раздел, пожалуй, самый сложный для отслеживания. Часть с убийствами довольно простая. В игре 76 мобов, и 45 из них могут убить вас. Пока я разбирался с этой статистикой, мне показалось довольно забавным, что снежный голем может убить вас, используя эту концепцию. Если голем выстрелит с снежком через лаву, то он может поджечь динамит, и это будет считаться как убийство. Короче говоря, я подсчитал, что при правильной подготовке можно умирать от большинства мобов каждые 3 секунды. Это добавляет чуть больше 18 тысяч лет общему времени. Что на этом этапе похоже на дневную норму работы для протестива. Вычислить, сколько времени потребуется для достижения максимального количества убийств, сложнее. Древнюю стражу и брутального пиглина можно убить только определенное количество раз, так как они появляются только вместе со строением. И поэтому нам не нужно беспокоиться об этих существах. Что касается остальных, то я прикинул, как быстро их можно убить, основываясь на самых быстрых фермах. Мобы, которых легко разводить или фармить, например, свиней и стражей, я отвожу 1 секунду. А мобам, которые часто появляются в естественной среде, от 3 до 5 секунд. Самым сложным для фарма мобам является, однако, странствующий торговец. Поскольку на одну их попытку спавна уходит не менее 20 игровых минут, на торговца и его лам приходится 4 пятых всего времени, необходимого для достижения максимальной статистики по мобам. По моим приблизительным подсчетам, для достижения максимальной статистики по мобам потребуется 325 тысяч лет. Но, не поймите меня неправильно, это невероятно долгий срок, но он даже не идет ни в какое сравнение со статистикой предметы. Здесь вы найдете все блоки и предметы в игре, с числом, сколько раз вы их добывали, ставили, выбрасывали, подбирали, крафтили и ломали. Это становится немного запутанным, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть точным. На странице википедии перечислено около 850 блоков, и все их я тщательно пометил как разрушаемые, размещаемые и создаваемые. Затем я прошелся по страницам вики, чтобы узнать время их разрушения, и рассчитал самое быстрое время, за которое можно сломать каждый из них, используя эффект спешки 2 и инзеритовый кирку с эффективностью 5. Это будет очень важно в дальнейшем. Наконец, я подсчитал, что на размещение одного блока уходит примерно полсекунды, секунды на создание, четверть секунды на бросок и полсекунды на поднятие. И опять же, это средние показатели, так что если на создание чего-то вроде палки может уйти не целая секунда, то на маяк или блок назерита уйдет в разы больше времени. То же самое я проделал для всех предметов в игре. Изначально я предполагал, что сломать и скрафтить каждый блок 4 миллиарда раз будет самым долгим по времени, но оказалось, что все это в значительной степени перечеркивается поломкой инструментов и доспехов. Такой предмет, как нагрудник из назерита, можно ломать вечно. Так что на то, чтобы сделать это 4 миллиарда раз, очевидно, уйдет не одна жизнь. Сложив все во всех вкладках статистики, я посчитал, что Протестиву потребуется барабанная дробь, 1 миллион 161 тысяча и 20 лет для завершения. Из-за астероида шириной в один километр, упавшего на Землю примерно 600 тысяч лет назад, компьютер, на котором работает Майнкрафт Протестива, отправляется в полет в космос. После полутора миллионов лет, проведенных в одном мире Майнкрафта, можно было бы ожидать, что он будет изрядно потрепан, но на самом деле мы не сделали ничего, что могло бы сильно испортить внешний вид мира. Пока что. Чтобы действительно сделать все в игре, не должно остаться ничего, что можно было бы сделать или увидеть. Следующая задача Протестива кропотливо разрушить каждый блок в мире, пока не останется совсем ничего, кроме пустоты. Как и в случае с посещением каждого чанка, я не стану заморачиваться со временем, которое потребуется для ремонта всех инструментов. Первым делом я написал датапак, который позволит просканировать все блоки внутри чанка, а затем сделать список всех блоков, которые в нем содержатся. Это у меня ушло немало времени, чтобы придать каждому блоку свое значение в таблице скорборда. Но я все сделал как надо, осталось только дождаться, пока датапак прогрузит кучу чанков, для более точной статистики. И вот результат. Если не учитывать 7,2 миллиарда блоков воздуха, то мы получим вполне ожидаемый результат. На первом месте оказался глубокий сланец, 43%, затем камень 33%, вода 6%, и что удивительно, на четвертом месте туф с 3%. Я применил расчеты, сделанные мной для времени нужного для разрушения блоков, и распределил эти данные по всем блокам в мире. Сложив все это, мы получим 3... 3,1 миллиарда лет. Миллиард. Итак, к тому времени, когда Прота Стив закончит уничтожать мир, есть очень большой шанс, что люди давно исчезнут, а Земля превратится в непригодную для жизни планету из магмы, летящую сквозь космос. Но Прота Стив все никак не успокоится. Несмотря на то, что он разрушил все блоки, мир не стал пустым, как было обещано. Просто потому, что на дне мира по-прежнему лежит слой бедрока, толщиной 15 квадриллионов блоков. Значит, пора достать тяжелую артиллерию. Я нашел туториал о том, как сделать машину для разрушения бедрока. И чтобы выяснить, сколько времени потребуется, чтобы сломать весь бедрок в мире, мне нужно сначала посчитать время, за которое можно сломать один. Если я правильно помню, TNT, сюда, потом поршень, люк, активировать и быстро вот сюда нажимать. Нет. Получилось? Ага. Давай. Ну. Да блин, в чем проблема-то? А, надо зайти в настройки и поменять клавишу, ну, допустим, на вот эту. Так, так, нет. 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 Что? Ё-моё. Так, так, так. Ё-моё. Так, 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 так. И сюда. А? Есть! В общей сложности на чистку мира от бедрока ушло 4 миллиарда лет, означая, что только на эту задачу идет больше времени, чем на разрушение всех блоков в мире. Я повторил все вычисления, сделанные в обычном мире, и обнаружил, что уничтожение всех других измерений, включая бедрок в аду, увеличит общее время до 10,7 миллиардов лет. Если земля все еще не была уничтожена, она, несомненно, будет поглощена нашим солнцем, когда оно превратится в полумасштабного красного гиганта. Протестиву нужно выполнить еще два задания, чтобы быть признанным первым игроком, которому удалось пройти игру на 100%. К концу этого задания протестив соберет все возможные комбинации брони. И как же это будет выглядеть? Ну, хотите ли вы зеленовато-голубые кожаные ботинки с красной отделкой доспехов Искателя, зачарованной на прочность 2, подводную ходьбу 1, проклятие несъемности и защиту от взрыва 3? Да пожалуйста! Ведь у нас есть все комбинации зачарований на каждом типе доспехов с каждым типом шаблонов для брони. В общей сумме здесь 5 квадриллионов вариантов. Если предположить, что на создание каждого из этих вариантов у нас уходит всего 30 секунд, то мы потратим 5 миллиардов лет на крафт, улучшение и зачарование инструментов, доспехов и оружия, дабы собрать максимальную коллекцию снаряжения. И когда все это будет сделано, протестиву предстоит выполнить последние испытания. Это настолько трудоемкая задача, что наши современные модели темной материи предсказывают, что вселенная перестанет существовать раньше, до того, как испытание будет завершено. О чем же я говорю? Баннеры. Всего существует 809 квадриллионов различных комбинаций баннеров, которые можно сделать. Вы бы могли заполнить целый слой мира Майнкрафта. 60 миллионов блоков в ширину и 60 миллионов блоков в длину, полные сундуков. И этого все равно бы не хватило, чтобы вместить все возможные комбинации. Если предположить, что на создание одного узора у нас уйдет всего 10 секунд, то мы потратим 256 миллиардов лет на создание баннеров. По оценкам ученых, к 63-му квадриллионному баннеру расширение вселенной разорвет всю батонные частицы на бесконечное расстояние друг от друга, что ознаменует конец вселенной. Но если вселенная все еще существует, то сказал, что мы проходим на 100% один мир Майнкрафта. Нет, прочтите название. Мы на 100% проходим Майнкрафт. А это значит, что протестиву придется повторить все эти задачи на каждом сиде Майнкрафта, что увеличит общее время до 4,7 на миллионы лет. Это 4, за которые следует 30 нулей. Если он еще существует, то вселенная давно превратилась в темное, ледяное кладбище мертвых звезд. И протестив, дрейфуя вечность в пустоту, отключается, будучи, наконец, удовлетворенным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok